Развод и девичья фамилия Однако на пороге вместо мужа их встретили арендатор, охрана и ряд неизвестных, отказавшихся от комментариев Вы можете сюда прийти с исполнительным листом 20 вересня, вам никто не будет заскодживать Человек заплатил деньги, честная территория, а не толкайте Больше никого я не пропущу Вы кто, пожалуйста, не вижу протоколу Вы мне поставили, а больше я никого не пропускаю Я снял Станкевича Вячеслава Федоровича Я в этом конфликте вообще ничего не знал, что тут между ними происходит Мне пришли и предъявляют вот такие претензии, что я должен кого-то вселить Я снимал полностью помещение, полностью все Вот все, что мне это неприятно, дома маленькие дети Мужчина настаивал, что якобы оплатил аренду всего дома на полгода и не желает никого пускать Однако адвокат отметил, что это не мешает исполнительному производству Как мы увидели из недействительного договора, он в силу закона недействительный, арендуется 40 квадратных метров И препятствовать вселению он не может То есть этот договор аренды абсолютно не приостанавливает исполнительное производство и не отменяет решение суда, которое вступило в законную силу Спустя несколько часов пререканий и разбирательств возле калитки вмешалась полиция Пожалуйста, на каком основании вы меня здесь пропускаете? Ребята, ребята, ребята Писали Ну, ребята Снимай Мы в данный момент Производится видеозъемка, это все будет зафиксировано Я хочу посмотреть, куда они пойдут Там же мои вещи Может сейчас что-то вам подойдет Сумка что-то несут Может там еще что-то бросит Сходите, мужчина, чтобы вы видели, что ничего не бросит По словам жены, бывший муж более полугода назад сменил замки, пока она была на работе и больше в дом не пускал После чего она обратилась в суд и выиграла все инстанции Незаконно выгнал меня из дому Я без вещей, без ничего не могу в течение 10 месяцев войти в свой дом Хотя я являюсь по закону и по решению апелляционного суда собственницей половины дома Сам Вячеслав, владелец второй половины дома, на месте не присутствовал И комментировать ситуацию отказался Добрый день, меня зовут Александр, журналист седьмого канала Мы сегодня были там... У меня нет времени с вами в саду Теперь бывшим супругам придется решать, как сосуществовать под одной крышей Или как разделить дом По настроению обеих сторон, идти на мировую никто не готов Так что впереди еще тяжбы за права на имущество